Мы вернулись, вы смотрите Израиль за неделю, каждую субботу на RTVI. Сейчас я обращаюсь к нашему блогеру Шаолю Резнику, который тщательно отслеживает все самое интересное в сети. Шаоль, здравствуйте. Ваше слово, товарищ браузер. Здравствуйте, Анна. Продержаться 25 часов без еды очень непросто. Этим обстоятельством воспользовалась одна из израильских благотворительных организаций. На листовках, которые в канун Йом-Кипура были разбросаны поблизости от синагог и добросовестно сфотографированы блогерами, написано «Чувствуете голод?» Именно так каждый день ощущают себя тысячи детей из малоимущих семей. Кандидат в мэры поселка Маскер-Эдбати Цхак-Пастернак решил сняться в мультфильме. Налоги горожан разбазариваются, вместо цветущих клумб голые камни, жители микрорайонов позабыты, позаброшены, и только неутомимый Пастернак семипиксельными шагами движется к посту мэра. Градоначальником хочет стать и молодой безработный житель Бершевы Матан Кауфман. Недавний выпускник университета не ограничился традиционным и скромным объявлением о поиске работы. Кауфман заказал целый рекламный щит в предвыборном стиле. Текст, снабженный номером телефона, гласит «Матан Кауфман в мэры города» или на любую другую должность. Неплохо работает голова и у героя этого ролика. Житель Восточного Иерусалима, который был задержан сотрудниками дорожной полиции за превышение скорости, попытался убедить их в своей невиновности. Не найдя достойных аргументов, водитель пробил дыру в стене собственной буйной головой. Продолжим дорожную тему. Израиль – страна маленькая, и мест для парковки хватает не всем. Поэтому владелец одной из стоянок превратил традиционное предостережение в загадку. Чужая машина будет А. Эвакуирована Б. Поцарапана В. Уничтожена Г. Все ответы правильные На сегодня все. Спасибо, Анна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова